Западу выгодно пребывание Пашиняна у власти в Армении, поскольку действующий премьер последовательно реализует западный сценарий в регионе. Об этом заявил военный эксперт Айкна Апетян. Как заявил эксперт в эфире пятого телеканала, постсоветские страны интересуют Запад исключительно как инструмент против России. Запад стремится создать для России очаги военных конфликтов по всему периметру и постсоветские страны будут использованы Западом именно в этом контексте, уверенная Петян. Сейчас источником нанесения потенциального удара по интересам России рассматриваются два центра, Южный Кавказ и Центральная Азия. То, что происходит вокруг Армении, включая 44-дневную войну, следует рассматривать в этой логике. В тот момент, когда Западу удастся вытеснить из Армении российскую военную базу, на Южном Кавказе будет открыт фронт против России. В эту же логику укладывается и стремление Запада обеспечить смену власти в Грузии, считает эксперт. Однако, продолжает он, Ахиллес вопита России отнюдь не на южной границе, а со стороны Казахстана. Протяженность границы с Казахстаном составляет 7-6 тысяч километров. Причем эта граница практически не защищена. Теперь представьте, сотни тысяч вооруженных террористов из Сирии и Ливии, части турецких вооруженных сил и военная техника должны быть перемещены в Центральную Азию. Из Турции они перемещаются в Нахидживан, оттуда в Азербайджан, а оттуда через Каспийское море в Казахстан. Для перемещения всего этого из Нахиджовано в Азербайджан, необходим так называемый Зангизурский коридор. Воздушным путем такое огромное количество военной техники переместить невозможно, заявил он, выразив уверенность, что в том числе и с помощью разблокирования Зангизурского коридора, Запад рассчитывает открыть еще один фронт против в России.